Всем привет! В этом видео посмотрим на новый смартфон ZE Blade A31. Это недорогая компактная модель, которую в российской рознице можно приобрести за 7000 рублей. Сумма, откровенно говоря, небольшая, и в текущих реалиях примерно столько же может стоить, например, чехол или беспроводной зарядник для какого-нибудь флагмана. Как вы понимаете, речь пойдет о смартфоне начального уровня, тем не менее набор плюшек он может предложить весьма существенный. Среди них восьмиядерный процессор, модуль NFC и достаточно качественный дисплей. Как мне кажется, это необходимый минимум для пользователя, желающего поменять свой кнопочный телефон на что-то более функциональное, при этом не переплачивая за возможности, которые вряд ли будут использоваться. Итак, ZE Blade A31 это чрезвычайно компактный по современным меркам смартфон. Диагональ его дисплея составляет 5,45 дюйма. Если честно, я уже подзабыл, насколько удобны подобные аппараты, управляться с ними одной рукой крайне комфортно, можно совершенно спокойно и без усилий дотянуться пальцем до любой области дисплея. Разрешение экрана HD+, 1440х720, плотность пикселей при этом достаточно высокая, 295 ppi. Картинка не выглядит рыхлой и неприятных лесенок по краям изображения здесь тоже нет. Внутри установлена IPS-матрица с естественной цветопередачей и отличными углами обзора. Максимальная яркость весьма неплоха для бюджетника, правда вот с режима автоматической регулировки не предусмотрено. Настраивать ее вам придется вручную, в зависимости от условий освещения. Корпус тут полностью пластиковый. Справа на его боковой грани разместились кнопка включения и качелька регулировки громкости. 3,5 мм разъем для наушников находится сверху, а разъем питания microUSB снизу. На текстурированной задней крышке мы видим в глазок основной 8 мегапиксельной камеры и свет идет вспышки. Сканера отпечатка пальцев нет. Для разблокировки можно использовать стандартные функции, вроде графического ключа, пароля или пин-кода. Задняя крышка у этой модели, кстати, тоже съемная. Под ней находится аккумулятор, его тоже можно отсоединить. Ну а справа от него расположились два разъема для установки сим-карт и слот под карту памяти стандарта microSD. Как видите, разъемы не совмещенные, поэтому можно совершенно спокойно использовать одновременно две сим-карты и флешку. Выбирать что важнее пользователю не придется. Теперь предлагаю перейти к железной составляющей и скорости работы в целом. Понятно, что смартфон не игровой, он скорее ориентирован на выполнение несложных повседневных задач. Это могут быть звонки, ютуб, браузер, навигация и в общем-то с такого рода нагрузкой аппарат справляется хорошо. Приложения открываются достаточно шустро, каких-то ощутимых задержек или тормозов здесь нет. С другой стороны, чудес в плане быстродействия тоже ждать не стоит, все-таки это устройство самого начального уровня. Внутри установлен восьмиядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Железо по современным меркам скромное, в бенчмарке Antutu аппарат набирает 80 с небольшим тысяч баллов. Из игр я пробовал запускать только Asphalt Nitro и, кстати, на низких настройках графики он работал вполне хорошо. Соответственно, другие нетребовательные игры аппарат тоже сможет вытянуть без особых проблем. На борту установлена 11 версия операционной системы Android в облегченной редакции Go. Кардинальных отличий от обычного Android немного, в глаза бросилось лишь отсутствие возможности управлять устройством жестами, ну и местами визуально система стала чуть проще, хотя, повторюсь, существенных отличий практически нет. Приложения также можно распределять по рабочим столам. На крайнем экране слева располагается новостная лента популярного сервиса Яндекс.Дзен. Свайп снизу вверх открывает общее меню приложений, а свайп сверху вниз — шторку уведомлений. При желании можно активировать мою любимую темную тему. Как видите, функциональных отличий у Android Go не так уж и много, а вот плюсы у него существенные. К примеру, оперативку он расходует более экономно, да и места во внутренней памяти занимает гораздо меньше. Для бюджетных устройств это особенно важно сегодня. Смартфон умеет работать в сетях четвертого поколения, а еще его оснастили модулем NFC. Это определенно большой плюс, поскольку можно оплачивать покупки, проезд и многое другое. Лично я давно уже не беру с собой кошелек, выходя из дома, так как смартфон мне его полностью заменяет. Ну а по большому счету ZTE Blade A31 вообще один из самых доступных аппаратов с поддержкой NFC на рынке. Так что если вы до сих пор не успели приобщиться к этой технологии, данный девайс дает вам возможность делать это, не потратив большого количества средств. Разрешение основной камеры 8 мегапикселей, и несмотря на наличие автофокуса и вспышки, качество ее снимков весьма среднее. Примеры вы можете видеть на экране, для художественных фотографий она вряд ли подойдет, а вот расписание общественного транспорта сфоткать в самый раз. Фронталка тоже простенькая, 5 мегапиксельная, но для видеосвязи вполне подойдет. Как я уже говорил в начале ролика, аккумулятор съемный, его емкость составляет 3000 мАч, и этого обычно хватает на полный день более-менее активной работы. Если телефон использовать только для звонков, время автономной работы увеличится до двух дней, и это совершенно обычный показатель для любого современного смартфона. Подводя итог данного видео, хотелось бы сказать, что у ZTE получился весьма интересный аппарат начального уровня. Как я уже говорил, его можно приобрести ребенку в качестве первого смартфона, или, например, человеку, который ранее пользовался только кнопочными телефонами. Да, уровень производительности невысокий, но его достаточно для выполнения большинства несложных повседневных задач. К тому же неплохой дисплей, наличие модуля NFC, крепкий и практичный корпус добавляют еще несколько плюсов в копилку данной модели. Поэтому, если вы ограничены в средствах, и вам необходим качественный смартфон для звонков с двумя сим-картами, ZTE Blade A31 станет вполне разумным выбором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!